белки сколько белка нам действительно нужно так давайте сделаем отступление номер один если хочешь быть здоровым необходимо разнообразие продуктов питания растительного происхождения которые снабжают фитохимикалиями так это с одной стороны второй момент теперь мы рассмотрим основной объем питательных продуктов из тех что мы потребляем и первый из них белки сколько белка мне нужно ну всемирная организация здравоохранения университет организации объединенных наций и продовольственная организация он заявляет что взрослому человеку нужно три четверти грамма на килограмм день это очень мало я знаю что вы считаете футах это примерно два с половиной фунта на килограмм если я не ошибаюсь и вы можете сами подсчитать сколько вам действительно нужно нам нужно совсем немного белка но человечество потребляет огромное количество белка а все что вы потребляете сверх меры становится проблемой я скажу вам почему потому что белки содержат азот и когда белок расщепляется в вашем организме из него синтезируется ваш собственный белок и это нормально но если вы съедаете больше белка чем нужно вашему организму его невозможно накапливать мы можем накапливать только жиры и углеводы то есть нам придется изменить съеденный белок в жир или в углевод это значит нам придется отщепить азот а он отщепляется в виде аммония который токсичен затем мы перерабатываем его в мочевину и через почки мы от него избавляемся но это токсичная субстанция если мы поглощаем слишком много белка мы подвергаем свой организм токсической нагрузки поэтому лучше не есть слишком много белка а есть больше углеводов а чему учит этот мир если вы перебираете углеводов вы получите что жиры это правда или нет вообще-то нет если вы едите нерафинированные углеводы то вы получите жиры но если вы едите нерафинированные углеводы вы не получите жиры ладно давайте проведем аналогию автомобиль сделан из железа так мотор сделан из железа подвеска сделан из железа вся машина сделана из железа поэтому это очевидно что типичное топливо для автомобиля будет железо именно поэтому вы заправляете бак железными опилками правильно нет а чем вы заправляете бензином бензином потому что его придется сжечь то же самое происходит в человеческом теле в человеческом теле строительный материал это белок то есть мы состоим в основном из белка но на белке мы далеко не уедем нам нужны углеводы это наше топливо и когда мы сжигаем топливо в организме мы производим углекислый газ и воду вода нам полезно а углекислый газ и нет его так то же время если мы сжигаем белки мы накапливаем все эти токсины в организме эти вредные вещества аммоний должен быть переработан в мочевину и его концентрация не должна быть слишком высокой иначе смерть белковая сера должна быть перестроена это создает сульфаты серную кислоту и это повышает кислотность приходится ее нейтрализовывать выпуская кальций из костей мы создаем проблему за проблемой поглощая слишком много белка в то же время поглощая углеводы в качестве топлива этих проблем нет если поглощать рафинированные углеводы то тоже есть проблема и мы увидим ее через некоторое время но какие же белки лучше растительного или животного происхождения как вы думаете видите ли когда я начал исследование этого вопроса я подал заявление на исследовательский грант чтобы показать что существует разница между белками растительного и животного происхождения с точки зрения их эффективности и знаете что мой запрос отклонили потому что как мне сказали белок есть белок это белок неважно что ты ешь нет никакого эффекта когда все переварится получаются аминокислоты из них ты построишь все что угодно я сказал нет все не так потому что соотношение аминокислот в растениях не такое же как животных но они не купились и совершенно случайно нам удалось попасть в исследовательский проект где мы смогли реально проверить и доказать это и затем вернулись в исследовательский комитет и они сказали и затем дали финансирование и сегодня это всем известно вот статья из американской газеты клинического питания высокий процент животных белков по отношению к растительным усиливает снижение плотности костной ткани и риск переломов у женщин в период постменопаузы женщины с высоким соотношением потребления животных белков к растительным в четыре раза сильнее подвержены риску переломов нежели женщины с низким соотношением независимо от прочих а факторов риска включающих возраст потребление кальция вес принятия эстрогенов курение алкоголь и общее потребление белка то есть если вы едите животные белки то вам в четыре раза хуже чем если бы вы ели растительные белки так это издание вышло в 2001 году мы же начали это гораздо раньше почему потому что некоторые аминокислоты богаты например серой как вот это цистеин и метионин если у вас их много а в животных белках их много вы подтвергаете свой организм огромной кислотной нагрузки видите ли растительные белки содержат больше аминокислот с разветвленными боковыми цепями нежели животные белки и они проще расщепляются нежели животные белки если ваших аминокислотах есть разветвленные боковые цепи тогда ваш белок красивый и свободный и круглый а если нет таких боковых цепей тогда у вас очень сжатый белок чтобы расщепить такой сжатый белок его надо сначала разбить поэтому вам приходится вырабатывать гораздо больше кислоты в желудке чтобы размотать этот белок чтобы ваши ферменты смогли начать его расщеплять поэтому например если бы вам пришлось сесть на диету содержащую только растительные белки то уровень ph у вас в желудке никогда бы не был ниже четыре с половиной если поместить яйцо вам желудок он бы упал до один с половиной это как кислота в аккумуляторе а вы знаете что в американском обществе и западном обществе в целом любимый продукт а также самый продаваемый продукт это антоцид так или нет не рекламируют ли они антоциды по телевидению с утра до ночи абсолютно зачем покажите мне хоть одного зверя в мире слона или газель или кого угодно с бутылочка антоцида на поясе есть только одно создание подобное и это мы а может быть мы что-то не то помещаем внутрь что вырабатывается так много кислоты может быть нам не стоит этого делать итак растительные белки производят более высокий уровень аминокислоты называемой аргинин и глицин в крови чем животные белки и этот уровень связан с защитой от засорения артерий например поэтому мы провели маленький тест мы накормили кроликов диетами содержащими одинаковое количество белков но у одной группы рацион состоял на 18 процентов из соевых продуктов а у другой из казино а что такое казино казино это белок который находится молочнокислых продуктах то есть в сыре в молоке и им подобных и смотрите те кого кормили сои у них выше уровень аргинина а кого кормили казино уровень аргинина ниже так вот аргинин это аминокислота выводящая токсины он помогает избавиться от избычного азота вам неплохо было бы иметь аргинин своем рационе достать его можно только из растительных продуктов глицин это еще одна которую стоит иметь в избытке соя дает много глицина а молочные дают мало глицина на одном и том же белковом уровне на самом деле кролики которых кормили животными белками заработали артериосклероз и повышенный уровень холестерина хотя в их питании вообще не было холестерина и самой маленькой добавкой растительных белков ситуация улучшилась и так растительный белок снижает холестерин а животный повышает вот в чем разница растительные белки животные белки и вы видите огромную разницу в уровне холестерина между двумя группами то есть в общем и целом для здоровья лучше брать растительный белок я просто пробегу здесь быстренько прежде чем мы двинемся в следующий раздел 10 животных белков вызывающих повышенный холестерин у кроликов растительный белок не завышает холестерин яичный белок свинина курица говядина рыба целое яйцо козеин индейка обезжиренное молоко и яичный желток очевидно что животные белки вызывают проблемы а растительные белки гораздо гораздо меньше если мы посмотрим на 10 растительных белков которые снижают холестерин мы увидим нечто очень интересное все они довольно низкие по сравнению со средним животным белком но гляньте сюда фасоль бобы и горох очень сильно снижают холестерин то есть если у вас завышенный уровень холестерина как лучше его можно снизить поесть фасоли на самом деле это даже лучше чем всякие лекарства у нее нет побочных эффектов оно действительно стоит того наша работа самого начала имела в основе две цели первое воспроизвести по возможности индийский эксперимент потому что он был провоцирующим и второе если это окажется правдой я хотел изучить механизм как это работает подобно индийским ученым кэмпбелл кормил половину крыс рационом 20 процентами казеина главного белка в молочной продукции другой половине давали только 5 процентов казеина после 12 недель исследования крысы на рационе с высоким содержанием белка имели сильно повышенный уровень раннего развития раковой опухоли печени с другой стороны все крысы с рационом 5 процентов белка вообще не имели признаков рака но доктор кэмпбелл решил продвинуться в результатах на шаг дальше в этот раз вместо того чтобы держать крыс на одном рационе на протяжении всего опыта он поместил их в одну группу и менял рацион туда и обратно между 5 процентами и 20 процентами молочного белка результаты были удивительными каждый раз когда крысам скармливали 20 процентов белка раннее развитие опухолей вспыхивало но у тех же крыс на 5 процентов белка развитие опухоли приостанавливалась это невероятно важная информация мы могли включать и выключать рост рака просто регулируя уровень потребления этого белка потребление белка американцами тоже находится в пределах от 5 до 20 процентов обычно в исследованиях применяют химические канцерогены в масштабах превышающих этот уровень на 3-4 порядка еще большему удивлению доктор кэмпбелл обнаружил что рацион с 20 процентами белка растительного происхождения из соевых бобов и пшеницы не провоцировал рак однако существует укореневшийся общественный стереотип что животный белок важен для человеческого здоровья